Как и по всей России, в Екатеринбурге в день епископской хиротонии святейшего патриарха московского в Сеяруси Кирилла вознесли молитвы о предстоятеле. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл возглавил литургию прежде освященных даров на Спасском подворье Александра Невского Новотихинского женского монастыря. По церковному календарю сегодня воспоминается сотворение мира и начало жизни на земле. Первое марта по старому стилю, а по новому 14-е – это начало пасхального года, когда вспоминается сотворение мира и человека. Мир был сотворен чистым и прекрасным, человек имел возможность видеть Бога и общаться с Ним, у человека была свободная воля, и он мог выбирать между добром и злом. И выбрал зло. Сегодня каждый из нас, хотя и с трудом, может сделать выбор в пользу добра, но все-таки может. Человек, который решает стать на борьбу со своим ветхим и страстным существом, принимает крещение, становится христианином и приближается к Богу. Но особый дар – это призвание к монашеству. Монах уподобляется ангелу, отказывается от мира и земных привязанностей и получает особую благодать, которая светит всем окружающим. Великопостная литургия на монастырском подворье, прикосновение к подлинной чистоте, предощущение божественной вечности. Еще несколько десятилетий назад, когда в России обещали показать последнего священнослужителя, сложно было представить, что скоро возродится христианство, что снова будет много не только христиан в миру, но и монахов. А от монашествующих зажигается вера в сердцах окружающих людей. Поздравляю всех вас также и с днем священной хиротонии святейшего патриарха Кирилла воепископа, состоявшийся в 1976 году. Я очень хорошо помню, ну конечно не этот день, а этот год. И когда пришел журнал Московской патриархии, а мне до этого постоянно в школе говорили, что вот у вас одни только бабушки, и ваша церковь скоро вымрет, потому что никто туда не ходит, и ты один только ходишь туда из несчастных людей. Вот и открывая журнал Московской патриархии, и видя хиротонизанного, молодого, умнейшего человека, по тому времени уже состоявшейся жизнью ректора Академии, человека, кто представлял русскую церковь за границей, и который в то же время практически был только на 30-м году своей жизни, получил эту хиротонию. И конечно это было для нас невероятным утешением, и невероятным таким даром, через который совершался подъем духа.